Сегодня я в гостях у Веры Саламатовой, она массажист и аромапрактик. Вера, расскажи, как ты оказалась в этой профессии? Всем доброго дня, но к этой профессии я не могу сказать, что шла долго-долго, много-много лет. Это случилось внезапно, после аварии. Я решила, почему бы не получиться на курсах массажа. И мне показалось, что это так кайфово, когда ты работаешь сам на себя, сам строишь свой график. Я очень долго не решалась уйти из найма. Как сказала одна моя клиентка, две смски в месяц, это так надежно. Зарплате, я говорю, вы не поверите, мне сейчас каждый день приходят смски о зарплате. Этот путь был такой непростой. А чем ты занималась до этого? Я 19 лет работала в Сбербанке, работала в найме. И поняла, что не то, чтобы я хочу работать на себя, хочу работать, чтобы у меня было количество клиентов меньше, но более качественно работать с людьми. И долго ты решалась уйти? И из банка? Ну, полтора года, если не два года. Потому что я до этого хотела уйти из найма, но началась пандемия. Мне показалось, что все, сейчас я, наверное, никогда из найма не уйду. А вот в конце пандемии как раз случилась авария. И я лежала такая, думаю, а почему бы не пойти на массаж и все. Сразу же купила кушетку. Это как с автомобилем, надо все делать сразу. Это тот случай, когда было бы счастье, да несчастье помогло, да, получается? Ну, это прямо про меня сказано, вот. И сначала принимала на дому. Когда началось сокращение, я думала, хоть бы меня сократили. Вот. И однажды мне позвонили, я сидела в отпуске дома на кухне. Мне говорят, Вера, мы хотим тебе сообщить неприятную новость. В конце года тебя сократят. Я думаю, какое счастье. Как это классно. Уйти со всеми выплатами, почестями. То есть, ждала, пока сложится такая ситуация. Да, 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 да. Ну, как сказала одна моя знакомая, она говорит, Вера, ты же понимаешь, что ты не хочешь брать в этот момент ответственность на себя, когда не пишешь заявление об уходе. То есть, ты этого хочешь. Ты сделала все для того, чтобы уйти, но ты не подходишь и не пишешь это заявление. И не берешь ответственность на себя, за свою судьбу, за свои решения. Да, это действительно так. А до Сбербанка ты где работала? А, до Сбербанка я работала в налоговой, в найме. И точно так же грезила, чтобы меня сократили. Я почему-то как-то все так получается в этой жизни. А поделись вот той идеей, ты мне рассказал, мне она показалась очень забавной. Почему ты пришла именно в налоговую после института? Ну, там потому что надежно, там стабильность. В два-все три года после института я думала, блин, вот это же госслужащему будет надбавка к пенсии 500 рублей. Я сейчас это про себя думаю, Вера, это не твои мысли. Это я не знаю, что с твоей головой было. Что, что? Авария, видимо, случилась намного раньше, до того, как ты пошла в налоговую. Вот, это мне сейчас смешно. Я серьезно приходила, смотрела на этих пенсионеров, которые работают, и думала, как это. Ну, я поняла, что ранг получить практически невозможно в маленьком городе, а без ранга надбавки не будет, а 500 рублей в пенсии, ну, это меня не сильно вдохновило. А в каком городе это было? Это город Лысва был. Вот, и после того, как я последний раз в феврале 2011 года получила зарплату 7,5 тысяч за месяц, это полностью все за месяц. Ну, все, я говорю, все, я ухожу. И пошла тогда Сбербанк, да? Да, и я переехала в Тагил, город, который больше, где завод больше. Вот, купила сначала квартиру, написала заявление, ну, резюме отправила, и после того, как мне пришел положительный ответ, я написала заявление о расчете. То есть у меня там было все подсчитано. 29 февраля я отработала, и 1 марта я уже в Тагиле вышла, на ночном поезде приехала. Но сейчас-то мы с тобой разговариваем в Сочи, и как это ты оказалась в Сочи? Случайности не случайны, как я говорю. Накануне моего дня рождения, в конце прошлого года, мой преподаватель говорит, «Вера, тут в салон требуется массажист, ты поедешь?» Я такая, да, поеду. Хотя у меня там уже в Тагиле был свой кабинет, как я говорю, свой салон, свои клиенты. Я говорю, да. Все, всех клиентов написала, говорю, что я через пару недель уезжаю. Пока не знаю, насколько. У меня запись была с 8 утра до 12 ночи. Я просто в самолете спала. То есть, ребят, если вы хотите сделать хорошую запись, скажите, «Я уезжаю», и все сразу разом запишутся. А на новом месте, как тебе на новом месте, что было сложно, страшно вообще, как здесь получилось? Сложно, страшно? Нет, видимо, после того, как я уже поработала сама на себя год, я не могу сказать, что прямо 100% была уверена. Страх был, что я здесь не знаю людей. Я начала ходить на нетворкинги, ознакомиться с разными людьми. Так как я живу в гостевом доме, это уже определенный круг знакомых людей, через которых я дальше начала ознакомиться. Сейчас у меня плотная запись. Выходные есть, к счастью. Отдых, море, все есть. Вера, а что говорят те люди, которые наблюдают за тобой? Вот они оттуда, из Нижнего Тагила, смотрят и говорят, Вера, может, ты домой вернешься? Может, тебе там плохо все-таки? Нет, на самом деле они наблюдают и говорят, блин, Вера, ты такая крутая, как ты так смогла? Я говорю, ну как, позвали, я поехала. А если бы не позвали? У меня вообще в мечтах не было Сочи. Я до ноября прошлого года даже мысли не допускала. Для меня это оказался какой-то пафосный, дорогой город, в котором, не знаю, какие-то иные люди живут, иная планета, что не, фу-фу-фу, в Сочи я никогда не поеду. Ну, там в Питер, ну, в Калининград, а Сочи не мой город. А сейчас вот приехала и кайфуюсь с января месяца, что здесь нет зимы, что здесь настолько классные люди и спортсмены, и предприниматели, то есть все, кто говорил мне, что это какой-то злой город, и что здесь какие-то плохие люди, не знаю, не знаю, мне пропадают только самые-самые крутые люди. Вера, а вот что бы ты сказала тем людям, которые сейчас вот думают уйти или остаться, ведь все-таки так хорошо, стабильно, зарплата, надежно? Ну да, и среди моих знакомых, и среди моих друзей есть такие люди, которые сейчас вот в той стадии находятся, когда поменять, не поменять, уйти, не уйти. Я говорю, ну, блин, вот если вы сейчас этого не сделаете, возможно, вы вообще никогда не сделаете. И тем, кто моложе меня, ну, мне, допустим, 39 лет, а люди в 25-27, я говорю, ну, не надо ждать 37-40 лет, чтобы что-то поменять в своей жизни. Хочется сейчас, делайте это сейчас. И вы не дерево, что вы корнями прорастаете в землю, то есть можно все поменять. Для меня, когда я приехала в Сочи, я отнеслась к этому как-то отравила, ну, вот сейчас две недели, посмотрю, как пойдет, как в салоне, как что. Вот. В салоне у меня уже на следующий день ко мне было записано по клиенту, то есть я уже заработала там порядка трех или пяти тысяч за день. То есть, ну, нормально, все, я живая, я живая. То есть, мой слоган «Начни» и все начнется на твоем примере работает точно. Да, без этого никак. То есть надо только начать. Просто отнеситесь к жизни, как к игре, сделайте для себя такой тест-драйв, и пока не проверите, не узнаете, подходит это вам или нет. Спасибо большое, благодарю тебе. Удачи и еще больших свершений. Ольга, благодарю за то, что такие люди крутые в моем окружении. Спасибо.